который связан с конкретной книгой. Мы вынуждены это делать. Это, безусловно, ведет к тому, что мы расширяем штат, это дополнительные затраты на дизайнеров, это дополнительные затраты на копирайтеров и так далее. Но это некая ситуация, в которой мы сейчас все живем. Что еще из таких глобальных шагов мы предпринимаем? У нас, безусловно, продвижение книги в соцсетях. Это очень большой блог, о нем можно очень много говорить. Вот Глеб конкретные кейсы приведет. Мы понимаем, что если наши читатели доверяют мнение каких-то для них авторитетных людей, в соцсетях в том числе, мы просто не можем там не быть. У нас очень сильная группа в Фейсбуке, более 150 тысяч подписчиков, ВКонтакте, более 40 тысяч, Инстаграм, Телеграм. Мы пришли в Телеграм, потому что мы также понимаем, что мы тоже должны быть там. Твиттер, Одноклассники, мы тоже там, потому что аудитория наша. И те самые СМИ. Как же мы работаем со СМИ, если мы не размещаем стандартную рекламу? Это тоже большая задача для нашего пиар-отдела. Придумать способы, как упаковать контент, таким углом подать определенную книгу, чтобы определенное издание было заинтересовано бесплатно рассказать об этой книге. Каждый раз это большая работа. Книги разные у нас в портфолио, очень разные. Авторы очень разные. Сами книги очень разные. И это всегда большой вызов для нашего пиар-директора придумать способ заинтересовать этой книгой, так, чтобы они были написаны бесплатно. Безусловно, мы стараемся всегда привлекать наших партнеров. Если мы работаем с интернет-магазинами, мы работаем с магазинами, мы используем оффлайн-ресурсы наших партнеров. Предлагают нам мощности, баннеры, анонсы и так далее. Мы стараемся все это использовать. И благодарны нашим партнерам за то, что они нам такую возможность дают. Глобально, помимо того, что по каждой книге есть определенный набор продвижения инструментов, как мы работаем со своим сайтом. Мы отказались от закупки трафика как такового. Мы решили, что наш сайт мы будем развивать путем улучшения SEO, то есть это SEO-оптимизация, и естественный рост. То есть мы отказались от нецелевого трафика, потому что мы понимаем, что те люди, которые, условно говоря, пачкой свалятся на сайт, далеко не факт, что конвертируются в наших лояльных пользователей. Мы от этой истории отказались. Помимо того, как я говорила, каждую книгу мы обвязываем дополнительным контентом. Мы собираем отзывы, мы снимаем видео, мы собираем рекомендации, которые получаем от лидеров мнений. У нас был очень показательный кейс с господином Кончаловским, когда книга уже не новая, Франкла. У Кончаловского, как вы, возможно, знаете, довольно тяжелая ситуация в семье. У них попала в аварию дочь, дочь в определенном тяжелом состоянии. Он об этом не говорит, не дает никаких подробностей. Но, конечно, всем интересно, как он переживает эту трагедию, эта трагедия в семье. И он буквально одним предложением. Вы знаете, мне очень тяжело, когда я прочитала книгу Франкла «Скажи жизни да», и она мне помогла пережить эту ситуацию. Вот одно предложение известного человека начало в продаж на 30% в течение трех дней после того, как релиз вышел этой новости. Это грустно, это печально, но это некая данность, в которой мы живем. Это мнение известного человека, вот так работает. Это было на внешних новостных ресурсах. Мы использовали, естественно, в соцсетях мы делали репосты. Я думаю, что людям интересно, что об этой книге говорят. Мы делали репосты, этого оказалось достаточно, но поверьте мне, мы, поскольку люди, то есть продажи, помимо того, что у нас выросли, еще у партнеров выросли, мы это прочувствовали. То есть, например, на Озоне довольно оперативно они дают данные о продажах, мы вот этот скачок прям вот увидели. То есть нам, в принципе, не потребовалось никаких дополнительных, особенных действий делать. Но это вот, к сожалению, так устроен сейчас мир. Действительно, люди доверяют, и это работает. Также, безусловно, наш сайт не обходится без каких-то технологических примочек. Сейчас без этого, к сожалению, никуда. Я понимаю, что у всех разные возможности. Бюджетные, с точки зрения персонала, с точки зрения ресурсов всевозможные. У кого-то есть возможность вкладываться в сайт, у кого-то нет. Тем не менее, есть уже некий, как мне кажется, необходимый минимум, без которого жить уже довольно сложно. Я бы сказала, невозможно. Для нас это система умных рекомендаций, ритейл-рокет. Это что значит? Что если вы покупаете или смотрите определенную книгу на сайте, вам предлагаются, вас также можно... То есть тематические, автоматические системы подсасывают предложения, и вам предлагаются другие книги, которые релевантны тематике. Бигдата. Сейчас много об этом говорят. Блокчейн, Эджайл, Бигдата. Эти все термины у всех на слуху. Но на самом деле это действительно используется. Вот как раз таки в системе ритейл-рокет. Ретаргетинг. Тоже, казалось бы, знакомое слово. Работает. Это тоже система, скажем так, не совсем прямой рекламы. Это значит, что человек, который заходил на ваш сайт, интересовался какой-то книгой, его анонс или реклама этой книги торгонит на других сайтах, на рекламных площадках других сайтах. Программатик контекст. Что это такое? Это значит, что это не абстрактный контекст, а контекст, который мы заранее программируем аудиторию, выбираем. Определенным параметром выбираем аудиторию. Именно этой аудитории контекст предлагается. Это тоже такая релевантная реклама той самой аудитории, которая потенциально заинтересована в книгах. Это все довольно тонкие настройки. У нас этим занимается отдельный отдел, интернет-магазин. Это требует ресурсов, но эта работа себя оправдывает. Мы это видим на... Как ни странно, с одной стороны, есть ощущение общее. Вот помните, был такой всплеск и группон, и купон, и вот эти все купонные системы. Был всплеск, но кажется, что все это немножечко подутихло. Так вот, как ни странно, наша практика показывает, что вот наше участие в системах промокодов и скидок у партнеров именно в приложении к книгам до сих пор работает. Потому что люди, которые, например, много читают, они покупают много книг, они чувствительны к цене. Когда, условно, вы покупаете одну книгу за 500 рублей, окей, да, а если это 3-4 книги, и тут, в принципе, уже цена имеет значение. И вот те самые люди, они как раз используют вот эти все купоны, скидки и так далее. То есть вот эту аудиторию лояльных читателей мы тоже охватываем. И предлагаем им конкурентные предложения по цене. Это важно. С каких сайтов вот это работает? Какие у вас тут партнерские сайты? У нас довольно много сайтов партнерских. Промокодус – хорошая система. Она для нас работает эффективнее всего. На самом деле их больше. Их много в списке. Но вот промокодус оказался для нас самой эффективной. Безусловно, рассылки. Тоже, казалось бы, пара инструментов. Рассылки. Кого сейчас этим можно удивить? Однако технологии сейчас так развиваются и так уходят вперед, что, во-первых, рассылки, да, они настраиваются самыми разными способами. Есть так называемые триггерные рассылки. Да, этот инструмент сейчас какую-то новую волну переживает. Потому что мы понимаем, что разные типы клиентов. Вот даже на примере нашего интернет-магазина. Есть клиенты совсем давние, спящие, которые не делали покупок уже там более двух месяцев, а может быть еще дальше. Есть клиенты другого порядка. Они вот купили одну книгу, ушли, не вернулись. Почему? Вопрос. Надо разбираться. Возможно, именно этим предложением мы сможем его вернуть. И так далее. То есть мы таким образом пытаемся наших клиентов, каких-то давних спящих вернуть, каких-то новых, наоборот, получить. Ваш вопрос. Системой Unicentr мы пользуемся. Их на самом деле систем много. Есть MailChamp, есть Unicentr мы пользуемся, например. Их на самом деле много. И мое мнение таково, что, чтобы выбрать для себя систему рассылок, надо протестировать все. Потому что у всех есть разные плюсы и минусы. У всех разная стоимость у этих систем абонентской паты. Поэтому по нашему опыту нужно тестировать все, понимать, что работает именно для вас хорошо, потому что лучше вас, ваших целей и задач, никто не знает. Почему именно это для вас работает? Вы знаете, мы тестировали довольно давно, этот тестинг проводил. Вот на тот момент для нас был выбор пользуйтесь. Сейчас, может быть, что-то изменилось, будем смотреть, тестировать. Если будет актуально, значит, будет. И, безусловно, на нашем сайте мы предлагаем пользователям всякие разные плюшки. Как любое издательство, мы предлагаем получить новую книгу первыми. Например, книгу Михаила Зыгаря мы анонсировали сильно заранее, потому что мы заранее понимали, что это хит. Это наша главная книга года. И мы хотели нашим лояльным читателям предложить возможность заказать ее первыми, получить специальную цену на эту книгу, она довольно дорогая. И те люди, которые по предзаказу оформляли, они получали скидку 10% и возможность таким образом получить эту книгу в числе первых. Это тоже некий бонус. Издательские цены, безусловно, на нашем сайте. И накопительные скидки. И еще один важный момент. Мы, наверное, единственное издательство на данный момент, может быть, сейчас уже кто-то тоже так этот опыт внедрил. Вообще говоря, вот мы первыми стали дарить подарок обычной бумажной книге, электронной книге. Условно говоря, вы заказали книгу на нашем сайте. Пока курьер на вас добирается по московским пробкам, сегодня, завтра, там на электронную почту падает электронная версия книги. Вернее, даже на электронную почту вам падает инструкция. Книгу вы в специальном приложении открываете и читаете. То есть вы можете начать читать, не дождавшись курьера. И дальше вы либо читаете электронную версию книги, а бумажную дарите другу, подруге, кому угодно, либо переключаетесь на бумажный формат. Такую возможность читать так, как удобно, читателю мы тоже предлагаем. Это важно. Можно дальше. Что важно? Вначале я обозначила, что глобально в интернете продвижение собственный сайт и внешние ресурсы. Про собственный сайт глобально, мне кажется, какие-то основные вещи я прошлась. Но что важно? На самом деле это относится ко всему, не только к сайту, но к внешним ресурсам тоже. Важна измеримость. Все, что мы делаем, мы стараемся измерять. Открыли мы предзаказ на определенную книгу, мы смотрим, какая динамика предзаказов. Не забыть снять показания перед стартом обычных продаж. Какой был уровень предзаказа? Потому что все это маркеры. Потому что на разных книгах мы можем сравнивать, как живут себя разные книги. Допустим, на одну книгу у нас была такая цифра предзаказа, на другую книгу эта цифра, например, в два раза больше. О чем это говорит? Эту книгу ждут? Эта тематика более востребована? Или это способ оценки? Предварительно. И ваше понимание, что никакой спрос на этот книгу будет. Безусловно, на сайте, на нашем, всевозможные счетчики, Яндекс.Метрика, Гугл.Аналитик. Все, что можно измерить, мы измеряем. И я рекомендую вот этот способ использовать всем, потому что, в принципе, интеллектуальные продукты сложно померить. Дело вкуса, пользы, сложно измеримые факторы. А тут, пожалуйста, что можно измерить, вот оно все в ваших руках. Конверсию, безусловно, считаем. Промо-коды. То есть конверсия, допустим, написал прекрасный сайт, Медуза, афиша, Forbes, РБК, кто, неважно кто, про нашу книгу. Дали отзыв, рецензию. Смотрим по источникам трафика. Много ли народу пришло? Много ли народу, наши аудитории доверяют конкретно этому СМИ? Да, и мы видим вот эту конверсию. Да, вот была такая воронка, вот она, конверсия, и вот столько-то народу купило книгу в итоге. То есть всю эту воронку, мы ее видим. Это тоже очень важно. Нет? Нет. Ни в коем случае. Мы гордимся тем, что мы не платим СМИ. А мы видим, мы это настраиваются, это настраивается в аналитике. Мы пользуемся Google Analytics, это все настраивается, потому что там отслеживаются люди, которые перешли именно с этого ресурса и дальше их шаги. Мы это оцениваем. Вот, может быть, не с такой точностью, как вот, да, о чем вы говорите, но глобально вот эта воронка видна. Понятно, что там плюс-минус могут быть. Конечно. Да, да. Видим, видим. То есть мы видим аудиторию, которая приходит с этого сайта. И мы гордимся действительно тем, что мы не платим СМИ. Мы издаем настолько хорошие книги, что про них пишут бесплатно. Мы этим гордимся и придумываем способы заинтересовать журналистов. Это проблема, на самом деле, вечная. Мне кажется, решение этого вопроса не нашел еще никто в таком идеальном формате, что сказать, о, вот смотрите, оффлайновые продажи у нас выросли, потому что вот это. Это всегда очень сложно вычленить. Это вот... Методы есть. То есть, условно говоря, вот вышла у нас книга. Вот возьмем все того же из Игоря. Вот новинка. Мы понимаем, что Миша сам по себе медийный человек. У него большой охват аудитории в Фейсбуке. Он постоянно выступает в презентации в книжных магазинах. Его личная презентация для своей, значит, медийной тусовки и так далее. И мы понимаем, что вот на волне вот этого пиар-шума у нас продажи не только онлайн растут, но и оффлайновые. И как следствие, мы понимаем, что вот эти всплески оффлайновых продаж, скорее всего, следствие его онлайн-деятельности. Но сказать четко, что именно вот 50 книг из 100 были проданы потому, что он на Фейсбуке разместил вот этот пост, конечно же, мы не можем. Вот этот вклад вычленить, по-моему, еще не научился никому. Вот настолько деталей. Да, я могу дополнить. Мы в Эксмо считаем, но только по одной конкретной книге. Если история продаж этой книги больше двух лет, мы делаем когортный анализ оффлайн-рознице и просто смотрим, бывали сезонность, да, капитана сезонности по данной книге. Далее просто вырезаем по когорте, какой прирост у нас получился. Но это только по одной конкретной книге. Мы пытались посчитать вообще overall. У нас получился грубый коэффициент, но он как бы, ну это пальцем в небо, и мы просто в итоге от него отказались. Мы проанализировали там книг, наверное, 200 по движениям интернета, да, и насколько это дало в розницу. Завидите же от книги, особенно там у нас, да, у нас там одна книжка секс, другая книга религия, третья книжка там детское воспитание. У них совершенно разный паттерн поведения, польза, или там рисковые блокноты. Они увидели в интернете, перешли, у них нет карточки, чтобы купить в интернете. Они просто просят родителей, и родители потом приходят или там собирают на булочке и покупают. То есть высчитать коэффициент общий невозможно, потому что слишком, ну, разная аудитория. Но какие-то частности высчитывать, если прям сильно углубляться, когда задача стоит, можно, ну, с погрешностью, ну, скажем, процентом нестигнется. Возможно. Это Глеб правильно абсолютно говорит, что, например, я прочитала какой-то книги, например, в обзоре Forbes. Мне она понравилась. И если у меня, например, вот где-то под рукой открыта корзина Озона или любого другого интернет-магазина, я книгу вот сразу кладу в корзину, все, я уже про нее не забуду. Но теоретически я могу не быть клиентом интернет-магазина, но когда я пойду в любой книжный магазин, я вспомню, а, вот про эту книгу я читаю. То есть это зависит от моего поведения как покупателя. Вот где меня достанет вот эта информация про книгу. Она меня могла достать в онлайне. По покупку я сделаю оффлайн. Мы все понимаем здесь как бы, вот, опять же, вкладчейн, онлайн или оффлайн. Формально онлайн. Но купила я в оффлайне. Поэтому это всегда суммарная какая-то история. По нашему сайту, да, маленький инсайт. Вот наша стратегия показывает себя с хорошей стороны в том плане, что да, у нас нет какого-то резкого скачка, трафика, но при этом рост, тенденция роста, она идет. Вот мы на 20-22% ежегодно прирастаем. Мы понимаем, что в основном прирост идет за счет лояльных пользователей, которые к нам возвращаются с определенной частотой, совершая покупки. Средний чек у нас растет примерно на 10-12%. С одной стороны, это увеличение стоимости книг как таковых. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас технологии позволяют нам предлагать покупателю зашедшего, пусть даже за одной книги на сайт, рекомендательными сервисами, такими техническими примачками, предлагать ему купить не одну книгу, а две, три, потому что мы понимаем, какой тематикой интересуется клиент, и техническими способами стараемся в том числе увеличить величину среднего чека. Рост базы пользователей в целом как раз таки показал такой значительный рост аж в 4 раза за 3 года. Это еще не предел. А какая база в целом? Я не могу вам раскрыть эту информацию. Порядок. Можно же не точно. Нет, не готово. Не готово. Нет, извините, ну коммерческие, нет, извините, извините, коллеги, коммерческие показатели не готовы обсуждать. Вот, то, о чем я говорила, да, в начале, получается, что от каждую книгу мы живем в ситуации производства большого количества контента. Больше видео. Более того, есть исследования, которые показывают о том, показывают то, что значимость видеоконтента в маркетинге, в рекламе, она растет. Вы сами понимаете, контента много, скорость потребления информации, вот, уже некогда, условно говоря, детально вчитывается во что-то. Всегда по диагонали, всегда быстро, всегда на ходу. Видео упрощает этот процесс. Короткое видео даже в соцсетях, даже без звука, с титрами, быстрее донесет до вас какую-то мысль, экономит ваше время, при этом вы получаете ту же самую информацию, но вы, у вас нет необходимости читать, вглядываться и так далее, это определенное удобство отдачи информации. Стараемся мы всегда привлекать авторов. Мы уважаем наших авторов, у нас прекрасные авторы, и мы всегда очень благодарны им, когда они участвуют в создании этого самого контента. Они пишут для нашего блога на сайте, они участвуют в съемке видео, в соцсетях, мы стараемся какие-то совместные истории проводить. Если вы видели, мы недавно, буквально несколько дней назад, запустили конкурс этому городу нужен главред, Максиму Мляхову. Это когда вы, например, приходите в казенное учреждение, да не всегда, в казенное учреждение, в подъезде, видите объявление, которое написано корявым языком, пытаетесь его переписать. Маленькая история, но тем не менее, абсолютно профильная для нас. Такими историями мы тоже занимаемся. Можно по поводу видео еще? А есть ли собственный на Ютьюбе ресурс? И вообще, какие видеоканалы? Вот чуть-чуть поподробнее, поскольку это действительно важно. У нас есть собственный канал на Ютьюбе, но поскольку для нас сейчас, мы же, в общем-то, живем сейчас немножко в другой реальности. Мы от того, что мы как издательство, немножко стали отходить, мы сейчас, наверное, даже немножко более близки к журналистам, к журналистской работе. Потому что, кто бы сказал, тому же журналисту, что придется писать текст и для газеты, и для журнала, и видеоролик с этим автором. То есть такая мультимедийность, мультиформатность. И мы приходим к этому. И мы, как издательство, у нас, конечно, пока не нарощены мощности для производства видео в должном объеме. Мы стараемся делать это часто больше. Но, например, у нас сейчас нет отдельного видеоредактора. Есть человек, который этим занимается в том числе. Поэтому к этому мы, наверное, придем, когда мы будем отдельно продвигать свой видеоканал. Он есть, но пока отдельное его продвижение мы не занимаемся как таковым. Но он есть, поскольку туда загружаются все наши видео, которые потом подгружаются и на наш сайт, и в соцсети, и так далее. Варианты контента самого-самого разного. Здесь больше для соцсетей, я привела, что мы делаем, да, потому что в соцсетях, наверное, это такой довольно большой блок бесплатного промо. Им пренебрегать абсолютно точно нельзя. Мы этим стараемся пользоваться по максимуму. И вот здесь самые разные способы продвижения книги. Предварь книга «Эволюция сексуального увлечения». Отличная книга. Действительно отличная книга. Какими способами мы пытаемся о ней говорить с аудиторией? Стараемся вытаскивать интересную фактуру, да, то есть, что полезного, прочитав эту книгу, для себя человек может получить. Например, опрос. «Какая фигура кажется вам наиболее привлекательной?» Человек проходит опрос и по ходу узнает, что оказывается в книге он узнает о том, какие пропорции абсолютно математические на самом деле, да, зашиты в мужском мозге, позволяют ему делать выбор в пользу того или иного типа фигуры. Ну, оказывается, да, такие вещи. Инфографика, да, формат. Пожалуйста, тоже про эту книгу. Это притягивает внимание, людям интересно. Люди вовлекаются, участвуют в обсуждении, узнают про нашу книгу. Карточки с цитатами. Тоже интересный формат. Всегда очень, очень большой отклик мы получаем, когда, например, делаем репосты публикаций про наши книги. Вот перед вами, например, Forbes Woman, репост публикаций об этой книге. С удовольствием читает аудитория, делает выводы и также, вот вы говорите, как оценивать, да, вот, например, мы видим, даже на уровне репостов. Мы сделали репост, по словам говоря, ну не читает человек Forbes, имеет право. Но когда в нашей группе он видит репост, мы, вот, это волны мы тоже видим. Он прочитал репост, заинтересовался книгой, просто потому, что о нем написал уважаемое издание, все, покупка и сделана. Не важно, онлайн, оффлайн. Дальше. Тоже чудесная книга. Как увлечь читателей с пользой когнитивной психологии. с первой фразы. Лиза Крон, она довольно известная дама, она преподает писательское мастерство, довольно давно и успешно, поступает на TED. Что мы делаем? Мы, собственно, пользуемся тем контентом, который сам автор уже успел, по сути, произвести. Мы используем запись ее видео на TED, фитруем, используем, народу интересный. Проводим, какие-то подбираем, делаем подборки. Питательское мастерство сейчас тема довольно популярная, книг на эту тему сейчас тоже довольно много. Делаем подборки. То есть, если человек действительно заинтересован в том, чтобы развить эти свои скиллы, пожалуйста, мы предлагаем ему на выбор какие-то номинары, самые разные. Ну, и, собственно, наша главная книга. По этой книге мы делали много всего, и не только в интернете, и в офлайне. Все это вещи довольно связанные. Вы видите, и нестандартные какие-то фотографии, связанные с нестандартным промооборудованием. Более того, вот вы не поверите, мы все здесь сидящие, наверное, знаем слово джунби. А вот простая аудитория, она это, вот обычный читатель, скажем так, для него это слово новинку. Более того, мы, когда опубликовали эту фотографию, получали абсолютно реальные вопросы. А где можно купить такую большую книгу? Народ не верил, не понимал, что это. То есть, вот, опять же, да, простой способ вовлечь аудиторию, заинтересовать, что это за книга, что на самом деле за формат, и так далее, и так далее. Отзывы. Вот, смотрите, есть карточка книги на сайте. Мы тщательно отслеживаем отзывы. Вот появился отзыв от Ксении Собчак. Да, аудитория видит, вот он, отзыв Ксении Собчак в Инстаграме. Появился отзыв Вани Урганта, вот он, отзыв на ладошке. Ну, то есть, вот такие истории мы отслеживаем, потому что мы знаем, что для нашей аудитории это важно, потому что наша аудитория читает определенные книги, книги определенных тематик, и поэтому вот те самые лидеры мнений играют довольно большое значение в выборе. По-моему, это все? Или там еще остался сайт? Еще один, прекрасно. Ну, и, собственно, то, о чем я тоже рассказывала. На сайте мы тоже сейчас эту тему развиваем, поскольку я знаю многих коллег по цеху, что эта тема сейчас уже, наверное, даже больше развита, чем у нас. Мы тоже над этим работаем, во всяком случае, стараемся. У нас есть отдельный блок на сайте. Мы просим наших авторов периодически нам туда писать, либо мы пишем о наших книгах сами, причем мы стараемся написать немножко с другой стороны, потому что блок, сам формат, да, он такой более, скажем так, менее формальный. Мы можем написать те вещи, которые, например, наверное, не написали бы каких-то официальных коммуникаций. И мы даже, когда наших авторов просим поучаствовать, мы говорим, слушайте, ну, интересно же рассказать какие-то жизненные вещи, какие-то истории, которые вы вот так официально нигде не расскажете, но для читателей наверняка будут интересны. И вот самые такие интересные вещи мы стараемся выбирать и, значит, в нашем блоге опубликовать. Вот. Наверное, все. Если есть какие-то вопросы, готовы ответить. Спасибо огромное. Я думаю, вопросов много. Если позволите, вот вернуться к слайду, которая называется «Общий подход к интернет-продвижению». Мы так достаточно быстро прошли, а вот можно, Ирина, более подробно все же остановиться на соцсетях и вот немножко больше конкретики вот по специфике каналов Facebook, ВКонтакте, Instagram и так далее. В соцсети, ну, как я уже сказала, там с ними связан действительно очень большой блок. Потому что, с одной стороны, это бесплатный инструмент и пренебрегать им мы просто не можем себе позволить, как любое издательство, которое не обладает гигантскими бюджетами. С другой стороны, там, конечно же, есть своя специфика. Мы, скажем так, тестируем, вот мы сейчас в той фазе, когда мы тестируем совершенно разные форматы. Потому что, с одной стороны, у нас есть книги, рассчитанные на людей определенного интеллектуального уровня. То есть, это книги по совершенствованию своих навыков, по развитию каких-то качеств профессиональных, непрофессиональных. То есть, это книги определенных тематик. При этом, книги, с одной стороны, разные, и аудитория тоже разная. Есть мамы, которым важно правильно общаться с детьми. У нас есть родительские книги. Есть руководители, которым важно правильно общаться с подчиненными. Есть продавцы, в котором не хватает каких-то умений и навыков в продажах. Какие тоже тематики мы открываем нашими книгами. И как, с одной стороны, вот есть одна страничка в Facebook, и как на базе одной странички, вот официальная наша страничка, как достичь все сегменты этой аудитории. Это большой вопрос, потому что люди разные, возраст разный, интересы разные. И сейчас мы находимся в фазе тестирования, каким образом мы до всех этих сегментов аудитории пытаемся дотянуться. Соответственно, как раз-таки за счет разных форматов сейчас мы немножко, скажем так, смягчили градус языковой. То есть, если раньше у нас это было более официальное общение, сейчас мы стараемся менее формально разговаривать с аудиторией. Мы понимаем, что это востребовано. Потому что, видимо, в жизни так все устают от эфироза, от официальных коммуникаций и на работе, и в медиа, все это окружает, давит. И мы стараемся разговаривать с человеческим языком, максимально простым, чтобы это экономило время, сразу было понятно, чего мы хотим рассказать и так далее. И, соответственно, для каждой книги, для каждой, значит, с одной стороны, мы пытаемся про каждую книгу, с другой стороны, пытаемся подбирать пул книг, чтобы одновременно еще и разные сегменты аудитории покрыть, предлагая разные, как раз-таки, книги, разные подборки. И сейчас мы в ситуации смены нашей стратегии, потому что, с одной стороны, мы вроде уже протестировали разных много форматов, и здесь форматы имеются в виду, с одной стороны, вот именно как форматы, видео, тексты, инфографика, с другой стороны, тестируем оптимальное время постов. То есть, вроде мелочь техническая, да, но, тем не менее, это тоже важно. Поэтому специфика, конечно, есть, отвечая на ваш вопрос. Вот с точки зрения даже аудитории, вот как бы вы ее охарактеризовали, в чем специфика? В Фейсбуке аудитория, нам кажется, более требовательная. Более взрослая по нашей группе, если говорить все здесь. Более взрослая, более требовательная. Интересы немножко другие. И, да, если ВКонтакте аудитория сама по себе помоложе, в принципе, в этой все-таки аудитории помоложе, но и в нашей группе в том числе помоложе. Если ВКонтакте можно побаловаться котиками, условно говоря, да, каким-то совсем, гифки, мемы прекрасно там заходят, и аудитория на это очень бодро, живо реагирует. В Фейсбуке аудитория более требуется в этом смысле. И, может быть, отчасти из-за этого было изначально у нас такой более официальный стиль общения с аудиторией. Но мы поняли, что все-таки градус мы даже в Фейсбуке сейчас немножко снижаем, потому что время диктует свои правила. Инстаграм – отдельная история, она визуальная, как вы знаете. Красивые фотографии, книг, красивых девушек с книгами, интеллигентных парней с книгами никто не отменял. Это работает, это привлекает. Очень хорошо у нас в Инстаграме работают конкурсы. Был прекрасный конкурс «Мини-букини», когда, собственно, отдых и книга, да, делитесь впечатлениями. Книга, отдых, как у вас это было, очень интересно прошел конкурс. Аудитория это любит, как ни странно, да, вроде вот, до сих пор это работает. То есть вы, да. «Мини-букини», «букини», «букини», «букини» в Инстаграме, смотрите. Это понятно. Это понятно. Смотрите, как обычно, механика конкурса довольно простая. Значит, анонсируется конкурс в Инстаграме отдельным постом. Дорогие-дорогие, мы начинаем конкурс, условия такие. И, соответственно, по хэштегу, там предлагаем хэштег определенный. Хэштег, знаете, да, как это используется. Вот. По этому хэштегу люди, да, используют хэштег. Выкладывают свои фотографии из отпуска вместе с книгой. Рядом с морем, на фоне гор, песок, вода, все что угодно. Это обязательно должна быть книга нашего издательства. Мы выбираем лучшую фотографию коллективным голосованием внутренним. И, собственно, победителю вручаем книги. Это работает, потому что народ вовлекается, выкладывает фотографии по хэштегу «Мацани». По-всякому, по-всякому. В Инстаграме у нас пока группа не очень большая. У нас, по-моему, чуть больше 17 тысяч человек в Инстаграме. По-разному. В конкурсах участвуют от 50 до 100 человек. По-всякому. Но охват, тем не менее, мы получаем больше. Потому что людям интересно. Кто-то даже не поучаствовал, но прочитал, переслал кому-то. А вот ты поучаствуй, ты только что вернулся из Карелии. Ну и так далее. Вы не поверите 2,5 человека. Пока это так. Но мы понимаем для себя, как издательство, что вот у нас 2 человека занимаются в Facebook и ВКонтакте. Один человек ведет Инстаграм, Телеграм, Окей и Твиттер. 2,5, поскольку на одном человеке еще немножко другие обязанности есть. Более того, вот тот же самый человек занимается еще и производством контента. То есть мы все занимаемся производством контента, так или иначе. Но на самом деле это тенденция. И мы понимаем, что этого персонала, который есть сейчас, его не хватает. Поскольку мы все понимаем, что... 6 человек. 6 человек. То мы понимаем для себя, поскольку роль соцсетей растет. И производимого контента становится все больше. Видео надо проводить, производить все больше. Мы для себя понимаем, что мы приходим к тому, что количество персонала тоже растет. У нас прекрасный канал, читаю за поем. Присоединяйтесь. Телеграм формат специфический. Мы долго думали, нужно там быть или не нужно. Потом поняли, что нет, раз наши читатели там есть, мы туда в любом случае идем. Дальше уже будем, собственно, пытаться понять, какой способ эффективнее. То есть мы это вот все пустим в тестирование, да, что нравится, что не нравится. Потому что то мы видели рост, прирост. Да, у нас на самом деле сейчас не так много людей. Там почти 600 человек. Не много, но этот результат буквально вот за 3 месяца, 3-4 месяца этот результат. Мы пробовали разные формы контента. Народу понравилась история, когда мы, например, делали что-то вроде сериала. То есть это серия материалов, посвященных издательскому процессу. То есть, например, отдельный материал про то, как выбирается книга на Рецесовете. То есть про это, да, как устроен процесс, кто в этом процессе участвует, какие звезды должны сложиться, чтобы, собственно, книгу взяли в процесс издательский, чтобы она дальше была издана и дошла до читателя. Серия номер раз. Вторая серия, что значит книга происходит в процессе производства. Вот такие серийные какие-то истории. Народ их воспринимает хорошо. То есть мы видели, что их читают, это интересно. Отлично идут в Телеграме, как ни странно, подборки про спецпредложения книжные. Видимо, поскольку это сам формат такого быстрого чтения, Телеграм, да, информация оказывается полезной вот под рукой. Скидка там-то, скидка здесь-то, скидка там-то. То есть вот подбор каких-то спецпредложений. У нас в Телеграме очень хорошо работает. В том числе наших собственных. Когда мы, например, объявляем какую-то акцию, вот какая-то книга со скидкой, не знаю, 50%, либо электронные книги очень хорошо заходят. Вот такого рода контент там тоже отлично работает. Репосты СМИ здесь, как ни странно, работают хуже. Потому что народ, Телеграм, все-таки это быстрое чтение, не все готовы, да, вот углубляться дальше. Мы это видим. Поэтому, опять же, мы пока еще в процессе тестирования. Может быть, какие-то другие форматы мы найдем в ближайшее время, которые кажутся еще более эффективными. Это вопрос времени. Что касается прироста аудитории, да, это партнерские истории в основном. Партнерские. Потому что естественным путем здесь наращивать АК, во всяком случае, да, сложно. И мы вот здесь задействуем партнеров. Какие-то кроссы. Укей, Твиттер, еще об этом немного. Одноклассники, сложный для нас канал, сложный в том плане, что аудитория там специфическая, привыкла она к специфическому контенту. Аудитория одноклассников лучше всего принимает развлекательный контент. И, как правило, это видеоконтент. Вот видеоконтент эта аудитория ест с удовольствием. Этим мы пользуемся. Все имеющееся видео мы публикуем туда. И вот по охвату, который мы получаем, мы понимаем, вот, опять же, тестировали, да, какие-то другие форматы, какие-то тексты, какие-то репосты, ну, не суть. То есть вот кроме видео для нас там не работает ничего. Может быть, это и неплохо. Но это вот некая специфика канала. И это некая, да, мы, с которой мы живем. Твиттер для нас наименее, наверное, приоритетная история. Твиттер это все-таки ближе, ну, то есть по самому формату мы все-таки не новостное медиа. То есть для новостного медиа Твиттер, наверное, вообще идеальный канал, потому что это быстрые новости, короткие, быстрые новости. Но в каком-то смысле коротко сказать сложно про книгу. Поэтому в Твиттер, как правило, у нас репостятся посты из других соцсетей. Но для нас, скажем так, пока что этот канал не приоритетный. Возможно, опять же, ситуация изменится. Зарекаться в наше время, ну, вот, мы не можем себе позволить зарекаться. Все меняется, все развивается, технологии. Вот, но пока для нас это наименее приоритетный канал. Вы говорите, на Одноклассниках работает видеоконтент. А что вы называете «работает» на Одноклассниках видеоконтент? То есть вы разместили и что? Каким образом он сработал? Посмотрим. Цифры, понятно, цифры чего? Лайков или продаж? Смотрите, тогда этот вопрос немножко шире, да, что значит «работает». Да, что значит «работает»? Смотрите, для разных соцсетей вот эта конверсия в фактическую продажу, она разная. Вот для Одноклассников, к сожалению, она довольно низкая. То есть вот с точки зрения именно работы, я здесь в Одноклассниках имею в виду, в первую очередь, то, что народ лайкает, расшаривает там и так далее, да, делится. Но конверсия именно с Одноклассников довольно низкая. Пока вот нам добиться того, чтобы именно конверсию как-то нарастить, не удалось. И в принципе, вот, там, может быть, Глеб расскажет о успешных примерах. В принципе, конверсия соцсетей, да, это вот сейчас задача номер один, вот эту конверсию наращивать, потому что она изначально была довольно маленькая, потому что народ вот видит соцсети, это некая привычка, да, дальше он куда-то падает в интернет-магазин, заказывает, не заказывает и так далее. То есть вот эта вот цепочка действий, да. Вот, поэтому стратегии-то тоже могут быть разные, либо ты развиваешь свою соцсеть, чтобы увеличивать лояльную аудиторию с гипотетической надеждой на то, что это в итоге конвертируется у тебя в покупки, либо все-таки сразу ставишь себе стратегию, что вот любой тип контента у тебя должен давать самую конверсию, но тогда это другой тип контента и другая немножко стратегия. То есть это уже зависит от решения издателя, в каком пути он идет. Вот мы сейчас идем по пути расширения той самой базы лояльных наших читателей, нам интересно людей вовлекать в процесс, и сейчас задача, конечно же, она стоит вот этой самой конверсией в продаже, она, скажем так, менее приоритетна по сравнению с наращиванием вот общей базы лояльных нам людей. Понятно, именно об этом я спрашиваю. Вы знаете, месяц от месяца, конечно же, по-разному, в год у нас выходит больше 120 новинок, больше 120 новинок, это значит, что в среднем в месяц, ну, порядка 10 книг, но вы понимаете, летом чуть меньше, осенью чуть больше, месяц от месяца цифра может меняться. Я говорю сейчас только о новинках, не о допечатках. Скажите, процент продаж через ваш сайт, от общих продаж? А, к сожалению, довольно небольшой пока. 10%, 15, 20, 50. Ну, порядок вы угадали, понятно. 10, 15, спасибо. Еще вопрос. Вот, вы проводите акции, рассылаете электронные версии книг вместе там. А как вы будете спираться там? Слушайте, наверное, так же, как и все. Более, где-то более успешно, где-то менее успешно. Если мы, то есть, у нас, например, стал совсем недавно вопрос, значит, с одной стороны, например, когда просим кого-то отрецензировать книгу, да, уходит в любом случае электронный вариант текста, да, потому что книга еще не напечатана, а рецензия нужна уже сейчас. Вот как понять, вот этот человек, он окажется довольно, там, добросовестным или не очень-то, да, и вот эту книгу куда-нибудь еще. Вот, и мы вот, собственно, вот думаем о том, чтобы маркировать электронные версии, которые мы рассылаем заранее рецензентам. Вот мы сейчас вынуждены об этом в том числе думать. Когда мы по факту видим, что-то в сети всплывает, да, мы пытаемся общаться с провайдерами, да, ну, то есть вот, чтобы блокировали этот контент. Ну, наверное, так же, как и все. Я вам ничего особенного не скажу. Где-то успешно, где-то не очень. Вы не отмечали, что, допустим, вы провели какую-то акцию, какую-то книгу разослали электронную копию в течение недели, раз, и она всплывает. Да, маленькое уточнение. Мы не рассылаем электронную копию книг. Мы рассылаем инструкцию, на базе которой вы можете в приложении бизнес-книги эту книгу читать. Вы читать книгу можете там. У вас, как у Литреса, скачать PDF нет? Нет, мы вот предлагаем именно в приложении, то есть на мобильном телефоне. Вы, пожалуйста, устанавливаете приложение, книга появляется там, в бесплатном доступе. Опять же, тоже это работает на увеличение наших продаж косвенно, потому что, если человек установил приложение, прочитал ту книгу, которую мы дали бесплатно, там же рядом, вот, пожалуйста, выбирай целая витрина книг. Человек может еще купить какие-то другие книги, если ему что-то стало интересно. В такой формате. А соотношение продаж цифровых книг между вами или Литресом? Не раскрою, извините. Хорошо, с какой частотой вы делаете рассылку на один электронный ящик, на дому адресату? Поскольку у нас сегменты, да, вот, один и тот же человек, то есть, вот, там, не знаю, вот, например, вы, например, я, мы получим с вами за неделю разное количество писем. Ну, 5 в неделю, 1 в неделю, 1 в неделю. А регулярных рассылок у нас 3 в неделю, регулярных. Един адресат получает до 3 писем в неделю, да? До 3. Может получить. Да, до 3, до 3, до 3, до 3, до 3, до 3. Вы не считаете, что это слишком часто? Во-первых, мы всегда предлагаем отписаться. Если человек раздражает и так далее, это всегда, пожалуйста, можно отписаться, это не мешает наслаждаться. Во-вторых, у нас рассылки довольно интересные, поскольку, например, отдельная рассылка может посвящена быть одной книге. Если человеку книга это интересно, он ее прочитает. У нас процент раскрываемости именно таких рассылок, которые посвящены одной книге, он сильно выше, чем вот всех остальных рассылок. Это интересно, потому что человеку интересно прочитать про эту книгу. Это, скажем так, увеличивает вероятность покупки именно этой книги, если она ему действительно интересна. А ссылка в письме ведет сразу на ваш интернет-магазин, на страницу книги, да? Только туда и больше никуда. Ну, как у всех, да. У всех некоторые предлагают еще партнеров, да, но вот у нас поскольку... А вы на своем сайте партнеров предлагаете на страничке с книгой, ссылка, допустим, на лабиринт, еще, еще, еще. Нет, пока мы к этому не пришли. Я, опять же, я не зарекаюсь, какая ситуация будет в будущем, но пока у нас только вот собственные продажи. Спасибо. Спасибо. Наверное, Фейсбук. Ну, просто потому, что там и аудитория немножко другая, да, и интересы очень разные, то есть мы покрываем, вот, и сегменты разные мы покрываем. Это уже все в цифрах видно. У нас настроена цель в Google Analytics, мы это вот все. То есть мы видим аудиторию, которая пришла по ссылкам, мы метим ссылки, народ приходит по этим ссылкам, мы эту воронку отслеживаем. Единственное, иногда случаются сбои, ну, опять же, у всех технологически разные. Мы, например, у нас один из битриксов, да, и вот бывают иногда, да, вот швы между интерфейсом, начинкой внутренней, но в целом мы понимаем, что, да, конверсия с Facebook, она наиболее высокая для нас. Охват? Это абсолютно был, вот, это была история как раз-таки только на охват. Мы сейчас, опять же, тестируем разные форматы и разные конкурсы, разные книги, поэтому вот следите, очень прошу, подпишитесь на нашу группу, следите за тем, что мы делаем, потому что сейчас у нас действительно довольно интересный период. Мы тестируем, мы выбираем оптимальные для себя форматы, язык, способы, время, то есть все, что вот можно, да, мы сейчас вот пытаемся тестировать. Мы вот, у нас тестинг еще, думаю, минимум будет проходить месяц, два месяца назад. Смотрите, два месяца назад мы вдруг поняли, что, ну, поскольку все мы, да, коллеги по цеху, так или иначе мы смотрим на то, что происходит у соседей в огороде. Мы понимаем, что, ага, вот смотрите-ка, вот этих товарищей, народ очень живо реагирует на какие-то посты, какие-то комментарии, то есть мы понимаем, что вовлечение выше, народу интересно, а по каким-то своим отдельным постам увидели, ой, да, что-то как-то лайков мало и комментов мало, и переходов на страничку книги практически нет, надо что-то с этим делать. Ну, то есть это вот простейшие наблюдения, да, что происходит. Мы поняли, что да, наверное, слишком официальный язык, наверное, можно позволить себе немножко больше, немножко проще общаться с людьми, да, какие-то игровые форматы, не стесняться пользоваться внешними инфоповодами, да, у нас, ну, опять же, не очень, наверное, веселый пример. Разводился Брэд Питт с Анжелиной Джо, как правильно, не путаю. Разводились. У нас есть книга «Одна и счастлива», как раз-таки для женщин, которые переживают либо пережили развод. Вот есть такое слово «хайпажор», извините. Вот мы, наверное, в каком-то смысле идем вот в сторону медиа и в сторону того самого «хайпажорства». Мы вынуждены также пользоваться внешними инфоповодами. Если мы видим, что вот тема развода всплыла, она всем интересна, мы предлагаем читателям способ закрыть эту проблему, закрыть эту боль. Этой книгой, пожалуйста, если вы тоже переживаете развод, читайте, понимайте, как вам жить долго и счастливо дальше без жены, мужа и так далее. Да, мы этим пользуемся. Если раньше мы, скажем так, не были вот настолько, да, мобильны в этом смысле, то вот одно из изменений, как раз-таки мы тестируем и понимаем, что народу это нравится, народ это воспринимает. Вот одно из изменений, мы реагируем на внешние инфоповоды. Работает. С негативом сталкиваются все. Другое дело, как с этим работать. Все и всегда. К сожалению, вот невозможно нравиться всем. Это просто надо принять как факт. И другое дело, как работать с негативом. Можно долго спорить с человеком, можно деликатно, да, объяснить проблему и, собственно, закрыть. То есть это просто работа с негативом, мы модерируем. Мы не модерируем, мы просто смотрим всегда, что нам пишут в комментариях. У нас они вот не остаются, да, сами по себе без хобби. Мы реагируем на замечания, комментарии. Иногда, вот вы говорите, негатив, а иногда приходят такие интересные вещи, вот там, личные сообщения, еще что-то, которые нас заставляют даже по-другому иногда, вот эта самая обратная связь, взглянуть на книги, которые мы издаем. Да, если мы понимаем, что там, например, вышла книга, у нас есть там бизнес-юнит Alpina Non-Fiction, да, это такой научпоп, более серьезные тематики и так далее. И один раз, вот, нам замечания читателя, да, позволили, там, прийти к решению, что книгу нужно переиздавать, и нуждаются в доработке отдельные, там, моменты. Поэтому, опять же, как работать с этим негативом? Можно сказать, а, сам дурак. Можно сделать выводы и воспользоваться этим в свою пользу. Ну, вот мы стараемся поступать именно так. Скажите, пожалуйста, нам вот рассказывал вчера директор издательства Клеер о поспешном использовании agile в их работе. А какими методиками вы пользуетесь? Какие это инструменты? Вы сейчас поменяли, знаете, на Питриксе, наверное, СРМ-524. Возможно. Я вот, к сожалению, технической терминологии вам какой-то не выдам, потому что у нас есть отдельный. То есть, смотрите, у нас маркетинг, вот, те самые 6 человек, и отдельно есть еще 2-1,5 человека, ну, на самом деле, 3, интернет-отдел, который ведет полностью интернет-магазин. 3, это именно технологии, плюс еще клиентский отдел, который занимается, собственно, доставкой, логистикой и так далее. Какое-то количество человек. Вы знаете, это термины сейчас у всех на слуху, безусловно. Спасибо Герману Оскаровичу за популяризацию. Вот, но, скажем честно, мы, издательство маленькое. Народу действительно мало. Поэтому, сказать, что вот мы живем по какой-то методике, да. Да, нет, ну, довольно почти глобально, меньше 100, но вы имеете в виду, что у нас же несколько десятилетий. Вот, поэтому сказать, что у нас какая-то вот методика на уровне руководства как-то внедряется, да, вот какие-то глобальные изменения. Нет, я не могу сказать, что мы живем по каким-то там, или стараемся внедрять какие-то определенные методики. Но глобально, наверное, то, что всегда культивировалось, и вот в Альпине, наверное, это залог успеха. Во-первых, это при найме определенный отбор людей, тех, которые, ну, такие книжные фанатики. То есть уже на уровне найма идет от всех определенных людей. Второй момент, найм, это, в принципе, для нас слово какое-то такое, довольно редкое, потому что люди, которые в Альпине работают, они работают годами. То есть это такие преданные фанатики своего дела. Это и хорошо, и плохо. Потому что, с одной стороны, хорошо, потому что люди действительно опытные, понимают, как устроены процессы и так далее, и так далее. С другой стороны, иногда хочется свежей крови, свежих идей, каких-то со стороны экспертных мнений. Но мы этот, как бы, вот пробел покрываем тем, что мы часто привлекаем внешнюю экспертизу. Ну, как часто, на самом деле, по необходимости. Вот, например, с соцсетями работаем, мы стараемся привлечь внешних экспертов свежим взглядом, да, оценить, что у нас происходит, насколько мы там в тренде, не в тренде, да, вот попросить экспертную оценку. То же самое, какие-то платные, если мы используем способы продвижения в тех же соцсетях, опять же, внешняя экспертиза, совет, да, технологичные нам использовать какие-то платформы, не использовать, что нам это даст и так далее. То есть вот я к чему, там, где нам не хватает собственной экспертизы, мы используем внешнюю. Пока этого достаточно, поэтому о каких-то внедрениях технологий на уровне компании пока речи не шло. Но, опять же, что будет завтра, вопрос. Может быть, мы к ним и придем. А процент продаж цифровых копий по отношению к бумажным? Простите, не раскройте. Я знаю, чтобы не говорить, скажем так, 5-6%, наверное, да, не очень, ну, не больше половины, наверняка. Нет, не угадали, ну, правда, я вот не готова говорить про цифры, это у каждого взаимодействия свое сокровенное, не все готовы делиться цифрами, ну, кто-то готов. Все говорят о том, что цифровая книга вытесняет бумажную и растет, значит, все это дело. Ну, вот интересно, как вам вытесняет? Сказать, что она как-то драматичная, вот драматичной тенденции мы не видим. А вот именно электронная книга, она для вас что, дополнение к бумажным продажам, какой-то драйвер, все же, вот, как вы оцениваете электронную? Для нас это способ предложить читателю удобный ему способ чтения, в первую очередь. То есть, опять же, люди все разные, да, по-разному привыкли читать. Я мало верю в то, что есть человек, которому одинаково удобно читать и принт, и гаджет, да. Вот эта ситуация переключения с бумажной книги на электронную, вот туда-сюда, да, я ее слабо себе представляю. Но в момент покупки человек, во всяком случае, может сразу выбрать, как ему удобнее купить, читать, как удобно ему. Сказать, что вот электронные растут, да, растут, но сказать, что это какой-то, вот, знаете, драматический рост, мы не можем. Эту тему мы с Алексеем Ильиным подробно обсуждали, не будем на ней так останавливаться. Сегодня все же у нас тема именно интернет-продвижения. И я думаю, что, наверное, мы все же вопросы завершаем, потому что у нас остался ровно час. Давайте мы его оставим для Глеба Давыдова. Спасибо огромное, Ирина, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.